Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири и мы будем читать одиннадцатый Псалом. Святые отцы Федорит Кирский и святитель Иоанн Златоуст, они так описывают содержание этого Псалма. Псалом этот есть молитва праведника. Пророк Давид жалуется на поступающих двоедушно. Они то обещают дружбу, то затем предают. Из этого Давид научает уповать более на Бога, нежели на человека. Ибо слова человеческие часто бывают ложными. Словесажи Господни всегда истинны и непреложны. В конце «О смей» указывает на предстоящее мздо воздаяния суда Божия в будущем веке сынам противления. В конце «О смей» имеется в виду надписание этого Псалма начальнику хора на восьмиструнном Псалом Давида. Мы с вами же определились, что «Шеминим», то есть восьмиструннее, указывает на последние времена, когда оканчивается человеческая седмица и наступает день Божий, день восьмой. Этот Псалом был изречен святым пророческим духом относительно грядущих поколений, в которые грех усилится на земле. То есть он имеет отношение к периоду апостасии, когда доверять людям будет очень сложно. Когда, как сказано в Евангелии, восстанет брат на брата, дети на родителей, родители на детей и будут умертвлять друг друга. И этот Псалом начинается словами «Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими». Собственно, братья и сестры, мы уже знаем о том, что этот мир приходит к концу, когда оскудеет полк святых. То есть когда не будет праведных, благочестивых, святых и праведных, тогда мир приходит к своей гибели. При уничтожении мира верующих почти не будет на земле, «Ибо Христос говорит, Сын Человеческий, придя на землю, обрящет ли веру на земле». «Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими». Происходит перенос Давида в эти последние времена, и он в пророческом духе показывает реальность апостасии. «Ложь говорит каждый своему ближнему, уста листивы говорят от сердца притворного». Сейчас ложь звучит с любой стороны, все подвергается сомнению, особенно мы это видим в мире политики. Мы бы не обращали никакого внимания на мир политики, но это те люди, которые пытаются рулить ситуацией во всем мире, они наталкивают народ на народ, царство на царство и готовят глобальные какие-то конфликты. Это вот та реальность, в которой мы живем. И когда мы смотрим, как с разных телеканалов у нас и за рубежом преподносят, например, одно и то же событие, то люди говорят деметрально противоположные вещи, причем не только говорят, они там спектакли целые разыгрывают, снимают какие-то действия, и очень трудно разобраться со стороны, то ли это спектакль, то ли это действительно что-то произошло, что-то случилось. Вот такая характеристика людям посреднего времени. То есть люди притворщики, люди обманщики, а мы скажем прямо, что Слово Божие категорично по поводу этих пороков сказано, всякая неправда есть грех. «Истребит Господь все уста листивые, язык велеречивый тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин». Действительно, сейчас люди пытаются пересиливать один другого с помощью своего языка. Нет соревнований в добрых делах, поступках, люди соревнуются в ловкости обмана, искусно созданной логической речи, такие риторические какие-то прорывы, агрессии, нападения и так далее. Посмотрим, как звучит этот текст в дословном переводе. «Спаси Господи, ибо к концу пришел милостивый». Здесь слово «праведный», переведено словом «милостивый». Это правильно, потому что эти слова однокоренные. «Праведный» — это цадик, а «милосердие» — это цедака. То есть не бывает праведности без милосердия и милосердие без праведности. «Спаси Господи, ибо к концу пришел милостивый, ибо исчезли верные между сынов Адама. Ложные говорят друг другу, устами лести, сердцем двойственным говорят, дат сечет Господь все уста лести, язык говорящий высокоберно». Действительно, люди ведут себя очень агрессивно по отношению друг к другу. И вот дословный перевод пятого стиха. «Тех, кто сказал, что до нашего языка пересилим, уста наши при нас, кто нам господин». То есть они как бы одерживают победу над друг другом, кто соврет более убедительно, кто более извительно выскажется о другом. В этом их как бы соревнование. Далее говорится. «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, — говорит Господь, — поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». А уловить листивыми устами хотят всю человеческую экумену, то есть Вселенную. Ибо главный листец и главный обманщик, который проникнет в душу всего человечества, — это Антихрист. Сейчас мы как бы наблюдаем действия апостолов Антихриста, которые злословят друг друга, злоумышляют всякие козни друг против друга, конфликты начинаются всевозможные. Мир политики — это мир пенящихся срамотами волн. Но зверь выходит именно из моря. А то, что море — это пенящиеся срамотами волны, об этом говорится в послании апостола Июды. Апокалипсис показывает, что из этого срама пенящихся ложью, клеветами волн мира политики современной выйдет зверь Антихрист, который прельстит самым невероятным образом всех живущих на земле, потому что он будет иметь вид благочестивого, даже набожного, праведного, и многие прельстятся в те времена. Итак, Господь вмешается в эту ситуацию ради страдания нищих. Дословный перевод. «Из-за ограбления бедных, из-за стона нищих, ныне восстану, скажет Господь, того поставлю в спасение, кому тенета раскинули». То есть Бог будет защищать тех, для которых уже приготовили тенета, то есть некую такую сеть, в которой их хотят уловить, как птиц уловляют, могут крошки какие-то раскидать по этим тенетам, а потом дергают, и они уловлены. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли, в горниле, семь раз переплавленные». Вот в противоположность всем этим речам мерзких людей, которым нельзя доверять ни в коем случае, иногда меня верующие спрашивают, вот что-то нам говорят, по новостям иногда что-то звучит, что-то рекомендуют, рекламируют. Я даю обычно совет, внимательно слушайте и делайте все наоборот. Так будет значительно лучше. И в противоположность вот всему этому обману, всей этой рекламе и саморекламе говорится о важности прилепиться к Слову Господню. И есть вот эта потребность каждый день читать Писание, каждый день слушать библейские беседы. Она присутствует в вашем сердце, это свидетельство о том, что ваше сердце перестало выносить ложь и неправду, и оно стремится к чистому Слову. Слова Господние, слова чистые, серебро, очищенное от земли, то есть от всего этого праха, тлена, в горниле семь раз переплавленное. Число семь — это число таинств церкви, это число благодати, то есть с помощью действий Духа Святаго через таинства церкви мы лучше понимаем слова Писания. Как отец пресвитера Николая Афанасьев в предисловии к своей книге «Церковь Духа Святаго» он пишет, если я чему-то и научился в понимании божественного откровения, то только через чашу святого причастия. Действительно, когда мы литургически осмысливаем и сам библейский текст, и стараемся читать вместе с отцами церкви, чтобы их понимание отразить, вот это очень важно. «Ты, Господи, сохранишь их, то есть нищих и бедных воздыхающих последнего времени, ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь отрода сего вовек, повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились». То есть здесь упование на то, что Господь не оставит страждущих и обремененных, и указание на то, что повсюду умножается нечестие, когда ничтожные, духовно ничего не значущее из сынов человеческих возвышаются. Что это за время? Дословный перевод, еще более такой рельефный. «Вокруг нечестивые ходят, когда они возвышаются ничтожество то для сынов Адама». То есть возвышаются как раз худшие. Нормальные люди живут нормальными интересами семьи, той работы, интересами того бизнеса, который они осуществляют. у них насущные потребности. А люди, которые стремятся возвыситься над всеми, это чаще люди, которые сумели создать нормальную семью. Это чаще люди, которые не состоялись в религиозной традиции, собственно. И они рвутся к иллюзии их собственного превосходства, рвутся к власти над всеми остальными. То есть когда ничтожество возвышается, это свидетельство это о общем упадке. Нормальный человек не лезет куда-то вверх. Почему? Ну представьте себе, если все стремятся куда-то вверх, на вершину, это через сколько людей надо переступить, сколько людей предать, сколько погубить, чтобы добраться туда, куда все рвутся. И нормальный человек просто отходит в сторону. А когда такие люди добираются там до некого положения, там от человека тоже ничего не остается. И через это нечестие усиливается на земле. Это же ставится в зависимость одно от другого. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные сынов человеческих возвысились. То есть вот именно потому, что они возвысились, а люди с духовными качествами не возвысились, они в пренебрежении, нечестие умножаются. Это как некий такой замкнутый круг. Как я сказал, этот Псалом, он как бы рассказывает об апостасийных временах, когда произойдет возвышение Антихриста, то самое возвышение, которое приуготовляют апостолы Антихриста нашего времени, которые ратуют за возвышение над всем без всякого нравственного и морального права на это. Антихриста